Список заболеваний, при которых лекарства будут получать на льготных условиях, расширяется. Законопроект одобрили на заседание Кабинета министров. В обновленный список вошли апластическая анемия, наследственный дефицит факторов 2, 7, 10. Пациенты с такими заболеваниями будут получать лекарственные препараты за счет средств федерального бюджета. Также из федерального бюджета будут закупать лекарства в рамках федерального регистра лиц. На 7 апреля 2020 года численность граждан, получающих указанные препараты по данным нозологиям, составляет 1,557 человек. Дополнительное право на получение лекарств и препаратов получило 5 человек. Всего выписано более 2000 рецептов и отпущено лекарство на общую сумму 147,7 миллионов рублей, обеспечено 97,9%. Видите, цифры сами за себя говорят. Это 1 тысяча человек, это 147 миллионов, мы автоматически получаем вот такую дополнительную поддержку в части снятия нагрузки с нашего республиканского бюджета. Мне кажется, очень хороший закон, он снимает как раз финансовое обременение с бюджета Чувашской республики. И больные вот этой категории будут напрямую обеспечиваться, и причем более оперативно, лекарственными препаратами, насколько я понимаю, напрямую из бюджета Федерации.